Всем привет! Меня зовут Михаил Баратов. Рад приветствовать вас в Школе Турника на сайте журнала Man's Health. И наш сегодняшний видеоурок продолжает рассказывать о том, как изучить солнышко на перекладине. И сегодня мы подробно рассматриваем заходы на этот элемент. И сегодня моим помощником будет Кирилл. Я выделяю отмахом в стойку на перекладине отдельный урок именно по той причине, что они нужны вам не только для изучения солнышка. Потому как в дальнейшем, когда вы будете заниматься техническими упражнениями на перекладине, вы всегда будете ими пользоваться, вне зависимости от того, какой элемент будете учить. Однако мы беремся за изучение отмахов и заходов на большие обороты именно до их полноценного изучения по той причине, что они крайне необходимы в этом процессе. Поскольку, когда вы только начинаете заниматься техническими упражнениями, вы потратите очень много сил на раскачку, и вам может просто не хватить их для того, чтобы преодолеть вертикаль. За счет отмаха же вы можете попасть уже в конечное положение и оттуда только лишь продолжать оборот. То есть отмахи являются очень важным моментом при изучении больших оборотов сразу же после того, как вы освоили более-менее правильные махи на перекладине. Существует три основных варианта захода на большие обороты, и я предлагаю рассмотреть каждый из них подробно, именно по той причине, что они являются очень важными в изучении данного элемента, и, как я уже и говорил, понадобится вам в дальнейшем. Первый и самый распространенный заход на большие обороты – это отмах с ноги. Для того, чтобы выполнить этот заход, вам необходимо поставить одну ногу на турник, сохраняя равновесие, приблизить таз максимально к вертикали, после чего отмахнуть в стойку и продолжить оборот в какую-либо из сторон. Сделать это сразу же на перекладине получается далеко не у всех, именно за этим мы подробно рассматриваем данные заходы. Для начала будет проще отработать этот заход на полу или же на земле. Для этого начертите на земле или представьте же себе визуально ровную линию, после чего поставьте руки и ноги обязательно на одну прямую, так как это будет на вашей перекладине, и отмахните в стойку, попытаясь поймать равновесие вверху. После того, как вы хорошо отработаете это движение на земле, обязательно обращая внимание на постановку рук и постановку ноги, вы, я думаю, без проблем сможете выполнить этот заход на перекладине и таким образом облегчить себе выполнение этого элемента. Второй вариант захода на большие обороты является чуть более сложным, но в значительной степени более универсальный. Это отмах из упора в стойку. Для того, чтобы выполнить отмах из упора в стойку, вы должны сделать практически то же самое, что при отмахе с ноги, только вместо того, чтобы отмахивать ноги за счет того, что вы стоите ей на грифе, вы должны пружине от грифа вытолкнуть свой таз наверх и, соответственно, довести ноги до вертикали. Самое главное в этом отмахе научиться правильно пружинить себя от грифа турника, чтобы набрать достаточную амплитуду и войти в оборот. В данном варианте захода также очень важно доводить себя до стойки не за счет прогиба в плечах, а не за счет прогиба в пояснице. Вы должны качественно и ровно, практически как на махах назад, доводить себя до стойки. Для этого вы должны немножечко наклонить плечи вперед, отталкиваясь от грифа, допружинить себя до стойки. Упражнение достаточно похожее на спичак. При изучении и исполнении данного захода очень многих людей возникает такая проблема. Они могут отмахнуть в одну сторону, но не могут перевалиться через вертикаль. Это решается грамотной постановкой махов, и отдельно для этого элемента вы можете сделать очень схожий отмах в стойку на брусьях. Третий, и, наверное, самый сложный отмах – это склепка в стойку. Вообще склепка в стойку квалифицируется как отдельный элемент, но в данном случае она послужит для нас хорошим заходом, потому что будем ее выполнять с касанием турника. Во время исполнения правильной, качественной склепки в стойку вы не должны открыто отталкиваться от грифа при изучении этого элемента. Но в данном случае, когда это заход, мы будем использовать склепку для повышения амплитуды при отталкивании от грифа. То есть склепку в стойку вы можете учить в данном случае только после изучения отмаха из упора. Для того, чтобы увеличить амплитуду при выполнении этого элемента, спереди, при раскачке, еще до выполнения склепки, вы должны немного прогнуться в плечах с повышенной амплитудой и резко, намного резче, чем при выполнении обычной склепки, начинать выполнять этот элемент. После чего, толкаясь корпусом от грифа, поднимать свой таз до стойки и дотягивать. На самом деле, этот заход можно, в принципе, не изучать. Он не является обязательным или основополагающим. Вряд ли кто-то вообще порекомендует вам начинать изучать солнышко именно с него. Я рекомендую это делать только по той причине, что я сам лично изучал заход в стойку и вообще изучал элементы исключительно через склепку в стойку. Только поэтому я рекомендую на основе своего личного опыта. Как я уже и сказал в начале, данные заходы могут понадобиться вам далеко не только при изучении солнышка, а при изучении исполнения всех других технических элементов на турнике, но и также в значительной степени облегчают выполнение и изучение больших оборотов, вне зависимости от того, в какую сторону вы их изучаете. Я думаю, что на сегодня данный урок закончен, а пока что пробуйте, тренируйтесь, качайтесь, смотрите школу турника на сайте журнала Man's Health. В данном заходе у многих людей возникает проблема, что они могут отмахнуть и зайти в оборот в одну сторону, они не могут через... В данном заходе возникает проблема, что люди могут отмахнуться. Субтитры создавал DimaTorzok